А там, наверное, сбоку все есть, да? В прошлый раз мы с вами закончили на четыре свойства случайных последований. Сегодня мы снимемся двумя ответами на два вопроса. Первый вопрос. Значит, зная, что такое равномерно распределенная случайная последовательность, мы зададимся вопросом, как непосредственно проверить, проверку, относится ли наша тестируемая последовательность к равномерно распределенной случайной последовательности. И здесь мы будем различать два принципиально разных подхода. Первое. Тестирование последовательности по определенному конечному отрезку тестирования последовательности относится на КРСП. Значит, как правило, как правило... Как правило... Как правило... Это последовательность... Вернее, эти тесты связаны с поиском некоторых закономерностей, относящихся к поведению этой тестируемой последовательности. И второе... Вторая проверка. Так называемые тесты на принадлежность КРСП. То есть, если здесь, в первом случае, мы тестируем закономерности некоторой нашей последовательности, да, ну, например, если рассматривать задачу три задачи мат-статистики, да, то здесь мы фактически решаем первую задачу мат-статистики, да, и вторую задачу мат-статистики. Здесь, как правило, мы решаем третью задачу мат-статистики. Значит, тестируя на принадлежность КРСП, как правило, отвечает на вопрос скорее нет, чем да, то есть не принадлежит КРСП, через некий дисбаланс каких-то свойств, каких-то несвойственных КРСП, качеств. И здесь мы с вами вот это вот очень внимательно посмотрим. И второе. Второе. Это методы получения получения псевдослучайной последовательности по качествам, близких к криптографической сильным случайным последовательности. То есть те последовательности, которые мы можем использовать в криптографии. Здесь мы с вами посмотрим понятие квази- случайной последовательности, здесь посмотрим ПСП псевдослучайной последовательности близкой к РРСП, псевдослучайные последствия близко к РРСП и тоже определим тесты и условия получения квазислучайной последовательности и требования к датчикам случайных чисел. Вот такой план у нас сегодня работает. И мы начинаем с равномерно распределенных случайных последовательностей. Мы с вами определили 4 свойства, которым они должны, необходимы обладать. И рассмотрим сейчас, мы с вами сказали, что непосредственная проверка тех случайных последовательностей тяжела. И сейчас попытаемся формулировать все более и более слабые требования к тестам, таким, чтобы эти критерии или последовательности РРСП могли быть проверены фактически непосредственно. И первое, с чего мы начнем, это так называемые постулаты Голомба. Постулаты Голомба. Их на самом деле 3. Что является постулатами Голомба? Итак, постулатами Голомба, это основополагающие требования к статистическим свойствам ПСП. Пусть обозначим N1 и N0. Частоты, соответственно, нулей и единиц на периоде последовательности Т. Значит, сразу же обращу внимание, какое уже ослабление свойств по сравнению с четырьмя базовыми свойствами равномерно распределенной случайной последовательности мы допускаем. Кто мне подскажет? Мы уже считаем ее периодической. Итак, N1 – количество единиц на периоде, N0 – количество нулей на периоде двоичной последовательности. Она периодична с периодом Т. То есть, фактически, нам нужно рассматривать только ее первые Т-члены. Фактически, что такое у нас N1, если мы обозначим? Это X0 плюс X1 плюс и так далее, плюс XT минус 1. А N0 – это T минус N1. Теперь обозначим N1S и N0S. Это частоты, соответственно, единичных и нулевых S грамм, опять-таки, на периоде Т. То есть, от четырех, повторюсь, базовых свойств равномерно распределенной случайной последовательности мы перешли к последовательности с периодом Т. То есть, мы рассматриваем РРСП не совсем уже чистую, а на периоде Т. Значит, здесь S больше или равно единицы. И N1D, N2D. Соответственно, частоты нулей и единиц на 0, T минус 1, отрезки последовательности нашей, периодической нашей последовательности D. Где вот эта вот последовательность XD – это X и D плюс по модулю 2 с X и D плюс D. D здесь 0, 1, и так далее, T минус 1, вычеты по модулю T. И определим еще одну функцию, которая нам нужна для формулирования постулата. А можно вопрос? Конечно. Александр? Ну, сейчас я расскажу, как я N1D и N2D. N1D и N2D – это частоты, соответственно, последовательности единиц и нулей, вот таких вот последовательностей, таких вот последовательностей, X, D, составленных, видите, как, да, суммирования через, то есть, например, нулевого первого, нулевого второго и так далее. Разные суммы через определенные промежутки. Итак, функция автокорреляции – это CX от D – это разница между N1D минус N0D на период D. То есть, фактически, это обобщение вот этой нашей величины разницы нулей и единиц в последовательности. Это вот такая функция автокорреляции – разница между N количеством нулей и единиц под последовательностью, полученной вот таким вот суммированием через некоторый шаг. Через некоторый шаг. Итак, три постулата Голуба после введения вот этих вот обозначений. Первый постулат Голуба – все они касаются количества нулей и единиц. Почему? Потому что фактически мы, опять-таки, считаем отклонение от нашей вероятности единица на 2K, где K у нас будет длина последовательности. И все под последовательности у нас должны быть с такими частотами, где K, вообще говоря, начиная от единицы и до бесконечности. Итак, первый постулат Голуба – модуль N1-N0, то есть разница между количеством единиц и нулей, меньше или равно единиц. Второе – N1 умноженное на 2 минус S. плюс 1 равно N1-S, равно N0-S, равно N0-S, равно N0 на 2 минус S плюс 1. для S всех единица и до логарифма двоичного УТ. Ну, наконец, треть. Постулат. Касается функции автокорреляции. С, Х от Д должна принимать только два значения, быть двузначными. Фактически это у нас условие независимости различных знаков последовательности. В периодической Х от стрелочкой Т. С периодом Т. То есть должна быть двузначна. Итак, это первое приближение статистических свойств псевдослучайной последовательности, которая может не сильно отличаться от нашей последовательности, которая будет использоваться для генерации ключей дальнейших. Теперь следующее. Пытаемся дальше придумать, какие же последовательности будут еще ближе к случайной равномерно распределенной последовательности, чем последовательности, удовлетворяющей трех постулатам ГОКУ. Кстати, запишите, что такие последовательности называются псевдошумовыми последовательности. Псевдошумовыми. То есть, мы уже не рассматриваем последовательность на бесконечной длине, а рассматриваем его приведение на последовательности на длине этой. Чем плохие постулаты ГОКУ? Ну, первое. Это недостаточные, а лишь необходимые условия того, что последовательность может применяться в криптографии, как равномерно распределенная случайная последовательность. Во-вторых. Уже для небольших значений Т непосредственная проверка этих постулатов сильно затруднена. Как вы видите, сильно затруднена. Поэтому здесь применяют другой подход, который предложили в свое время Санта и Вазирани, который мы сейчас рассматриваем. Итак, повторюсь, что нашей задачей является построение неких тестов, которые позволили бы нам отличить равномерно распределенную последовательность от неравномерной последовательности. Первым путем является попытка построения таких тестов, которые по кусочку конечному этой последовательности, а желательно меньше периода, не так, как у голова, а значительно меньше периода, потому что вообще говоря, какой период равномерно распределенной случайной последовательности? Бесконечный. Потому что она не периодическая, а принципиальная. Поэтому мы пытаемся еще снизить требования к размерности D. Каким образом это сделать? Это сделать благодаря современному подходу в криптографии, теоретико-сложностному, который впервые предложил я. Итак, давайте сформулируем определение. Значит, пусть у нас есть источник, источник последовательности, позвем его тестовая последовательность, которая для каждой длины n генерирует нашу последовательность x с некоторой вероятностью pn от x. Значит, первое определение. Квази-случайный генератор. Источник или tp называется квази-случайным генератором. Если для каждого t больше нуля, и для n больше n нулевое, модуль суммы по всем x длиной n pn от x минус единица на 2 в степени n меньше единица на n в степени t. Ну, как вы видите, подход очень близок к тому, что мы делали при определении стойкости асимметричных генератором. То есть мы называли вот это значение незначительным в зависимости от длины n и говорили, что наш источник не сильно отличается от случайного. Не сильно отличается от случайного. Как же непосредственно проверить это свойство? Как непосредственно проверить это свойство? Значит, ведем еще одно определение. Функциональный статистический тест Функциональный статистический тест Это любая функция f такая, что определена на последовательности двоичной произвольной длины и на наш единичный отрезок Единичный отрезок То есть, если у нас μ от f от n это 1 2n сумма по модулю x равно n f от x где f у нас где f у нас определена на как средняя величина у нас это μ φ вот f где f у нас определена вот таким вот образом а фактически мы усредняем это f от x на всех длинах до n Еще раз Смотрите, мы определили просто функциональный статистический тест как некую функцию которая определена на двоичных отрезках произвольной длины и область значений лежит просто на нашем единичном отрезке фактически этот единичный отрезок у нас просто для того чтобы нормировать пространство вероятностное то есть это просто преобразование нашей последовательности произвольной длины в вероятность некую теперь мы определяем mu от phi от n как сумму среднюю phi от x для всех последовательностей x длины n ну среднее значение и определяем вторую величину mu со звездочкой phi от n как единица вернее p от x тоже определяем на всех последовательностей длины n как p n от x на f от x то есть вот это наша идеальная последовательность равномерно распределенная да а вот это у нас наша последовательность понятно да и вводим третье определение значит источник называется тоже квазислучайным генератором если для любого t больше нуля достаточных больших n достаточно больших n для любого функционального теста функционального статистического теста n длина модуль мю от phi n минус мю от штуки со звездочкой от phi n меньше единицы на n статистического длина можно показать что вот это определение и вот это определение эквивалент 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 функциональных тестов на случайность функциональный случайность теста то наша последовательность будет сколь угодно близкой квазислучайным то наша последовательность будет сколь угодно близкой к квазислучайным на основании вот такой вот теории я сформулировал следующий подход к тестированию следующий подход к тестированию подход я он говорит следующее что вероятностные полиномиальная вероятностная машина тьюинга это полиномиальный вероятностный тест на случайность это функция т от 0 как мы уже привыкли на 0 1 которая вычислима естественно за полиномиальное вероятностное время время в зависимости от длины входа и он проходит этот тест проходит тест если для каждого т больше 0 для для n больше n нулевого как вот у нас в третьем определении мю от t полин от n минус мю от t g от n меньше или равно единица на n степень t где g n уникальный уникальный идеальный генератор который мы с вами ввели в самом начале а t бесконечность это любая машина тюринга с любой произвольной службы то есть если таким образом наш псевдо или квази вот тут уже квази может быть квази случайный генератор проходит все такие тесты то он называется совершенным псевдо случайным генератором совершенным псевдо случайным генератором фактически это означает что никаким тестом полиномиальной сложности мы не можем отличить нашу последовательность от равномерно распределенной случайной последовательности и таким образом по куску последовательности длины n мы можем судить о поведении всей нашей последовательности вот собственно говоря ответ на первый наш вопрос на первый наш теперь ответ на второй вопрос почему вообще существует этот подход и определение неких выбросов некого ненормального поведения которое будет отличать последовательность от равномерно распределенной случайной последовательности но все очень просто потому что опять таки посмотрите что ни подход я ни подход сантовазирания который близок к подходу я нельзя применить в чистом виде почему я почему да потому что опять таки здесь апеллируется с понятием всеобщенности то есть мы должны проверить все статистически функциональные тесты полиномиальной длины что естественно нереально поэтому мы применяем второй подход то есть мы для того чтобы сгенерировать и проверить является у нас генерированная последовательность действительно близкая квазислучайной или еще лучше совершенной псевдослучайной последовательность мы ищем аномалии в ней и если находим она не относится если не находим то она может относиться может не но вероятность этого уменьшается понятно да поэтому когда говорят сколько тестов нужно привести применить последовательность ответ какой совершенно точно то есть чем больше вы применили к этой последовательности тем ближе она к равномерно распределенной случайной но есть определенные тесты определенный набор тестов который мы с вами рассмотрим итак второй подход заключается в поисках таких статистик итак второй подход к тестированию относится ли тестируемая последовательность к равномерно распределенной случайной последовательности заключается в поиске таких статистик которые бы позволяли выявить аномальное поведение последовательности которая не позволяет ее отнести к классу RRSP что такое статистика напомню вам это опять таки любая функция любая функция определенная на нашей тестируемой последовательности ну есть функции которые определяются на всем периоде есть функции которые определяются на каком-то ее пуске и поэтому для каждого теста это тоже важно запомнить важна определенная длина последовательности на которой этот тест будет работать то есть на котором этот тест дает представительные результаты итак рассмотрим наиболее характерные тесты из второй группы итак первое частотный тест статистика наше будем называть исследуя книги фомичова fc или функция частотная на x l определяется как определяется как 2 на корень из l сумма от i единицы до l минус l на 2 при этом количество единиц в нашей случайной последовательности распределяется в зависимости или в соответствии извините биномиального распределения которое l больше или равно 30 хорошо промышленно аппроксимируется нормальным распределением с нулевым средним и единичной дисперсии то есть приемлемыми порогами здесь является мю 1 н равно мю 2 примерно равно 2,5 3 значит фактически я уже даю итог то есть как считается конечные значения в каждом из тестов потому что вы прекрасно представляете да что тесты строятся соответствующим образом то есть количество высчитывается количество нулей единиц далее потом greetings определенная экили Стига так которая товadi распределению зак porque ближе всего для дискретных распределений какая статистика является такое распределение является хiked ближе всего является оOP перед lost 0 Неймана Пирсона И получит Сума чего там? От единицы Сума что? Сума чего? Да, конечно Фу, их сытое, конечно же Я смотрю, думаю, что здесь неправильно Вот так, конечно Наши последовательности Да, то есть у нас Вот последовательность Конечно Спасибо Что внимательно Итак Вы поняли, да? Считается количество нулей единиц Фактически Получается, что мы считаем Количество единиц И это количество единиц Должно быть распределено в соответствии с беномиальным Законом распределения Проще всего в таких вот Как бы Тестах, да? Использовать статистику Либо Да, хи квадрат Да, критерий хи квадрат Либо Критерий Калмагора-Смирнова Но он лучше работает Когда Непрерывное распределение Поэтому здесь, как правило Берется хи квадрат Да? И по критерию Неймана-Пирсона Высчитываются Вот эти Фактически Значения Понятно, да? То есть фактически Высчитываются эти значения То есть у нас Единичная дисперсия И нулевое МАК-ожидание Дальше Считается Наш тест Следующий тест Который очень близок К тесту К тесту Выведенный из постулата Голомба Это автокорреляционный тест Значит Для нашей последовательности ХЛ Значит С задержкой ТАУ Это вот наше То, что мы называли Д Значит Называют Частотный тест Для такой Формируемой Из нашей По последовательности ХЛ По последовательности Это Х1 Плюс По модулю 2 Х1 Плюс ТАУ Х2 Плюс Х2 Плюс ТАУ То есть То есть Через ТАУ И ХЛ Минус Один Вернее ХЛ Минус ТАУ Плюс Правильно Я тут Наверное Нет Нет Все правильно ХЛ Плюс ТАУ Плюс ХЛ Сейчас я подумаю Секундочку Вроде выглядит все правильно Но Ох... Ху... 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 Чего... Дальше... Не так... как из этой последовательности получить то есть x1 плюс tau мы можем еще попасть в эту последовательность а здесь то есть мы доходим до последней и должны будем значит итак x1 плюс tau это мы, например, берем n равно 5 tau равно 2 значит у нас будет 1, 2, 3, 4, 5 x1 плюс значит здесь надо по модулю просто взять l итак x1 плюс 2 то есть, да дальше, да, здесь берем просто по модулю складывается x1 дальше вторую последовательность x1 плюс x2 плюс 2 плюс x2 x2 да да то есть здесь мы просто берем по модулю вот здесь вот вот так вот по модулю l вот здесь просто берем по модулю l значит таким образом здесь мы берем x3 плюс плюс 2 это будет 5 плюс 1 плюс 1 сейчас, 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 сейчас как мы берем тогда если мы читаем x1, то x1 и x3 там есть x5 да, здесь x2 x2, x4, x3, x3, x5, x3, x5, x3, x5, x4, x1 то есть получается, 4 плюс 2 по модулю 5 да, 1 да только здесь когда здесь берем по модулю l, здесь получается вот 5 здесь 5 все правильно значит здесь просто высчитываем по модулю то есть 1 плюс 2 по модулю b ну-ка, сейчас ну-ка, сейчас ну-ка, сейчас так так а, последнее у нас же l-1 правильно вот вот держим l-1 да а, нет просто l да все то есть вот так вот вот этот вот тест называется тестом автокорреляции и тут у нас должно быть следующее и тут у нас должно быть следующее что вот эта последовательность тест примененный к такой же последовательности должен проходить частотный тест должен проходить частотный тест То есть дальше применяем те же критерии. Дальше применяем те же критерии. Идем дальше. Последовательный тест 3. При реализации последовательного теста с параметром s, наша последовательность xl опять разбивается на ls отрезков длиной s. То есть, например, если s у нас 8, то эта двоичная последовательность рассматривается по байтово. Ну и, естественно, определяется частота n и t. Появление в последовательности нашей xl двоичного представления числа i. В нашем случае i меньше 2s минус 1 больше или равно 0. Статистика у нас выглядит так. Выглядит так. От xl это s на 2 в степени s, деленное на l. Сумма от i равно 0 до 2s минус 1 на n i минус l на s на 2 в степени s в квадрате. И вот наша величина, это среднее значение величин. И дисперсия здесь у нас получается равная единице. Значит, вот это распределение статистики аппроксимируется как раз очень хорошо распределением i квадрат с степенями свободы 2s минус 1. Ну, то есть, как раз теми значениями, которые применяет i. То есть, ну, естественно, что если смотреть на смысл этой статистики, да, то любое значение, которое кодируется Python, да, у нас появляется с вероятностью, да, близкой к l на s на 2 в степени s. Значит, ну, и, соответственно, запишите ограничение на длину последовательности. Значит, длина тестируемая последовательности здесь должна быть больше или равна 5s на 2s бит. Это тест последовательности. Или тест последовательности. Еще один тест приведем, который очень часто используется как базовый в составе тестов. Это тест серии. Четвертый тест. Тест серии. А потом я прокомментирую другие тесты. Итак, тест серии. Значит, в нашей последовательности xl мы ищем единичную или нулевую s грамму последовательности. x и плюс 1 и так далее, x и плюс s. Соответственно, 1 серия или 0 серия. Для s больше или равно 1. Если здесь все наши x и t равно x и плюс s плюс 1 будут равны нулю или, соответственно, единице. От и до 0, 1 и так далее, l минус 1 минус s. Значит, как мы это делаем? Мы определяем, считаем, соответственно, для наших s количество таких серий. Количество таких серий из нулей и единиц. Ну, например, количество b грамм. Сколько у нас b грамм? Количество 3 грамм. Сколько у нас 3 грамм? И так далее. И обозначаем это количество длины s. z1s и z0s. Для некоторого выбранного нами s. длины, то m. Ну и статистика серии у нас имеет вид. Имеет вид. Еще раз подчеркиваю, что статистика это вообще любая функция, просто характерная в некотором смысле для выявления наших отклонений от равномерно распределенно случайной последовательности, определенная на нашей тестовой последовательности. Изменение длины. Да, здесь 5, конечно же. И такой же выписываем для нулей. Серии нулей. Разница между сериями нулей и единиц. Значит, опять-таки, такое распределение хорошо у нас аппроксимируется статистикой х квадрат с степенями свободы 2m. Значит, какие еще мы можем применять статистические тесты и я сейчас прокомментирую их характеристики. Вот это 4 основных, которые применяются практически всегда. То есть это тест частотный, это тест автокорреляции, тест серии и тест последовательности. Значит, поскольку мы говорим, что мы можем определить на последовательности любую функцию, то есть любую комбинацию над этой тестовой последовательности. Важно, чтобы она хорошо аппроксимировалась каким-то, что, известным распределением. Почему мы берем распределение х квадрат, например? Потому что оно хорошо известно и посчитано. И оно хорошо аппроксимирует вот это распределение. Потом берем критерий Нермана Пирсона и определяем, что да, вероятность, что вот эта последовательность так же в себя будет вести, как равноверно распределенную случайную последовательность, вот такая. И в соответствии с этим он проходит тест этот или не проходит. Вопрос, какие еще статистики определить, он является достаточно нетривиальным. Например, если вы посмотрите Кнут, книгу Кнут, том 2, получисленные алгоритмы, то там вы увидите еще такие интересные тесты, как тест на монотонность, то есть тест на возрастание значений последовательности при определенной длине последовательности и уменьшение этих функций. И тест-покер-тест, когда выбираются различные комбинации, да, не только тест последовательности, но и покер-тест, как выбираются различные произвольные случайные комбинации из этой последовательности. Да, он тоже нормально аппроксимируется соответствующим распределением Хи-квадрат с определенными парами. Другие тесты, например, Дихард и Нист, определяют другие еще функции. Например, объединяют это все в матрицу, да, и считают различные параметры этой матрицы. Например, ранг случайной матрицы, да, и так далее. В свое время, свецарский криптограф Мауэр предложил вообще использовать так называемый универсальный тест, да, который объединил, он считал, что объединил во всех своих качествах, свойствах, все тесты, которые применялись до него. Однако, как оказалось, это не так, был приведен контрпример, что существуют другие тесты, которые не проходят последовательность, прошедшая универсальный тест Мауэр. Так вот вопрос, а сколько же этих тестов нужно, да? Теоретический ответ, да, мы на него знаем. Бесконечное множество, да, любая функция от нашей тестируемой последовательности должна удовлетворять определенным распределением и хорошо опроксимировать РРСП. Другое дело, что одни тесты хорошо ищут вот эти неоднородности в нашей тестируемой последовательности, другие плохо. В свое время НИСТ предложил сколько тестов, кто знает, 15, да, тестов на тестирование равномерной распределенной случайной последовательности. Людмила Васильевна Ковальчук занялась очень интересным исследованием. Ну, так получилось, что по заказу, так сказать, задачу поставил в свое время я нашим коллегам Фарю, Ковальчук и Михаилу Николаевичу. Определите, вот для хотя бы специфических датчиков, сколько нужно случайной последовательности для того, чтобы с определенной вероятностью определить на коротких длинах, что последовательность точно не относится к РРСП. То есть, несколько более простую задачу. Задача, к сожалению, не была решена в общем виде, но получился интересный побочный результат. Какой именно? Оказалось, что для определенного набора тестов можно смотреть, какие из них зависят друг от друга. Вы поняли, да? Да. То есть, вот какие из этих 15 нужно пройти точно, а какие являются комбинацией из этих них. Понимаете, да? Оказалось, что, например, тест РАНДО случайной матрицы является комбинацией других тестов, и его проходить не нужно. Ну, вот такой интересный результат. Но, для наших с вами целей важно, что вот эти 4 основных теста, если последовательность проходит, то она уже достаточно близка к равномерно распределенной случайной последовательности. Вопрос стоит только определением вот этих вот границ, но, к сожалению, эти границы, опять-таки, сильно зависят от каждого конкретного случая. Это что касается тестирования последовательности. То есть, отнесение ее либо к случайной, либо равномерно распределенной случайной последовательности, либо книга такой, которая не имеет этих слов. Как же строить эти последовательности? То есть, мы переходим к вопросу по построению последовательности. И тут я должен сказать еще одну очень неприятную вещь. Что все вот это относится к теоретическим последовательностям, которые можно получить с помощью аналитических выражений. Более того, хорошо вам известный датчик, который вы мне сейчас скажете, как называется. По-моему, привычная запись такая. Как называется этот датчик в цифру случайной чисел? Отличный датчик для моделирования. Великолепный. Но абсолютный... Да, венебинкомбратный датчик. Совершенно верно. То есть, отличный датчик, который может использоваться для получения случайных последовательностей в задачах математического моделирования. Но никакой датчик, который, так сказать, даже приблизительно не может использоваться в криптографической задаче. Почему? Да, ленивность. Совершенно верно. Предсказуемость. Совершенно верно. Но, на его примере, я хочу вам сказать, что вот эти все датчики, или все последовательности, скажем так, которые получаются аналитическим путем, являются, имеют один существенный недостаток. Какой? Что если мы фиксируем х нулевое, да, то поведение этой последовательности будет каким? Всегда одним и тем же. Правильно? Таким образом, мы получили задачу фактически, ну, наверное, неразрешимую. Почему? Потому что для того, чтобы получать случайные, непредсказуемые, как нам нужно, да, значения, да, нам каким-то образом нужно выбирать х нулевой. И таким образом, любой программный, так называемый, датчик, который задается чем? Аналитической формулой, пусть даже, так сказать, которая является очень сложной в смысле, которая является, ну, пусть в теории предположим, односторонней функцией, да? Все равно страдает тем недостатком, что она предсказуема при известном начальном заполнении, так? Какой выход можно найти? Ну, напрашиваются два выхода. Первый выход. Использование физических генераторов, да, которые основаны на физических, чисто случайных процессах. В чем недостаток этого подхода? Да. Нет. Как раз сейчас уже нет. Количество. Еще раз? Ну, количество. Нет. Энтропия. Вот. Близко. То есть, все эти датчики, так называемые, низкоэнтропии. Какое бы вы ни взяли. Что значит низкоэнтропия? К сожалению, или к счастью, случайные процессы в природе имеют какое законное распределение? Больше в степени. Ну, физтеховцы. Да. Какие в большей степени, в среднем, распределения имеют физические или естественные случайные процессы? Нормальные, гауссиану, практически всегда. Почему? Ну, с вами, например, мандель-прот бы я не согласился. Ну, я бы вам привел самый простой пример, да. Когда я стреляю в мишень, да, я пытаюсь все-таки попасть. Природа всегда пытается попасть, потому что иначе не было бы эволюции. То есть, мы бы крутились в хаотическом развитии постоянно. И даже бы галактики и Вселенная не образовалась. Ну, это очень философский спор. Я согласен, да, о происхождении мира, да. Да, мы сейчас вернемся к Платону, к Платину, да, к неоплатонистам. То есть, Гераклиту, да, Гераклит говорил о том, что мир материальный, да. Платон говорил, ну, первое я, Платон говорил, что все это отражение чистых идей. И мы только друг другу снимся, да. И то, что происходит сейчас с нами, это тоже сон. Сон реального мира, да. Танец теней, как есть такой фантаст Пехов современный, да. Джанго с тенями, вьюга теней. То есть, есть некий мир, который идеальный, и он единственно существует. А наш мир, это просто театр. То есть, это отражение танца теней реального мира, да, под, как это сказать, под светом реального, единственного, божественного светила. Мы только тени, которые вот, ну, как тени на нашей занавеске, которые танцуют. Да, так вот, большинство процессов в нашем мире, да, это низкоэнтропины в смысле того, да, что они сосредоточены вокруг какого-то одного значения, да. То есть, все, даже я скажу, вот как говорят современные физики, что все шумовые источники, да, псевдошумовой источник, мы говорили, это тот последователь, который удовлетворяет постулатам голову, да. Так вот, все шумовые источники цветные. То есть, в природе нет белого шума, есть, как правило, цветной шум. То есть, вот такого распределения, как правило, в природе, ну, не знаю, к счастью, к сожалению, практически не встречается. Поэтому для нас они тоже неприемлемы, да, ну, слабо приемлемы. Что же делаем? Можно брать таблицы, да, таблицы случайных чисел. Но опять мы возвращаемся к чему? К первому, да, как же выбрать, да, где же взять. Ну, на самом деле, практическое решение очень простое, да, вот, разница в решении теоретически, и практических проблем, да, вот, взял молоток и забил ввозь, да, и не рассчитывал ни силу, с которой нужно ударить, да, вначале, да, ни плотность сопротивления материалов, там, и так далее. То есть, вот это х нулевое мы получаем из физического генератора. Оно непредсказуемо. Пусть его немного этих значений. Но, как из них, да, какой из них мы не можем предугадать, да, и поэтому мы делаем так, чтобы это множество было достаточной мощности, да, вот это множество, чтобы нельзя его было решить чем? Задачей прямого опять-таки перебора, да, вот наше камуревое показатель стойкости, вот оно здесь работает. То есть, мы должны взять нормальный физический датчик. Вот что такое нормальный физический датчик, мы сейчас и посмотрим, да. Формализуем вот это вот. То есть, мы берем нормальный физический датчик, физический генератор, потом ставим схему выравнивания и применяем какую-то одностороннюю функцию, аналитическое выражение. Как односторонняя функция, как правило, используется ДЭС, ГОСТ, то есть АЕС или ХЭШ-ПУНСА. То есть, какая-то из кандидатов в одностороннюю функцию. И вот такое решение, это самое часто встречаемое на практике решение генерации во всех библиотеках, если вы найдете. Что теперь, остается два вопроса. Что можно использовать в качестве этих физических генераторов, да, какие процессы. И как их строить. И как оценить, хороший ли этот наш датчик или нет. Значит, начнем с первого вопроса. Со второго тоже запишем, а разберем уже, догоним уже дальше. Ну или сегодня закончим сейчас уже эту тему с генерацией случайных последовательностей. Дальше уже потом будем рассматривать. Итак, какие физические, итак, физические генераторы, схема выравнивания, да, чистоты. Третья, это односторонняя функция, да, это вот этот наш аналитический датчик. Но это не односторонняя функция, но чтобы вы понимали, да. То есть здесь что, ДЭС, ГОСТ, АЕС, ИСШ, и любая. Что можно использовать в качестве физических генераторов? Здесь очень четко надо делить задачу на, когда у нас есть возможность построения аппаратного устройства защиты информации и программного, или программного аппаратного. Если есть возможность использования аппаратуры, да, то здесь можно использовать радиоактивные источники случайности, физические источники случайности, например, колебания маятника, механические. Дальше, полупроводниковые устройства, ламповые устройства. Из них перечисленных мной, как правило, используется, естественно, полупроводниковые элементы. Почему? Ну, радиоактивные. Дорого и не экологично, да. Хотя, достоинство такое, что никакие процессы внешние на их работу повлиять практически не могут. Дальше, механические, громоздкие, и тоже, опять-таки, неудобно снимать с них показания. Дальше, ламповые, ну, то же самое, размеры и так далее. Остается что? Полупроводниковые элементы. Какие полупроводниковые элементы, как правило, используются для генерации шумоподобных сигналов, которые используются в физических генераторах? Их всего два класса. Первый, запишите. Это диоды, шумовые диоды. И вот один из них, который очень часто применялся у нас в таких устройствах. 2G401B. Это вот как раз шумовый диод, выпускающийся, до сих пор выпускающийся. И имеющий приложение вот в таких специальных наших устройствах защиты информации. И второй класс. Это тиристоры. Тиристоры, ну, то есть транзисторы. И среди них очень интересный такой, ну, тиристор-транзистор, шумовой диод ГАН. То есть эффект, основанный на тиристор, где основанный шумовой элемент, основанный на процессе ГАН. Но мы с вами рассмотрим вот этот как более простой. Значит, что является случайным сигналом? Случайным сигналом, запишите, является напряжение, напряжение, снимаемое на его клемму. Напряжение. Но напряжение, когда этот диод работает в нестандартном для себя режиме. Какой стандартный режим работы диод? В одну сторону пропускаю, в другую сторону не пропускаю. Так? А вот здесь этот диод работает всегда в таком приложении, в режиме пробоя. То есть клеммам применяют некое напряжение больше у пороговой, пробивают диод и снимают шум на его клемму. После этого, что-то какой у нас, вот такой вот у нас сигнал получается, там, милливольты. Его, что? Усиливают. Его усиливают. Дальше, что? Ну, как из такого получить из аналога сигнала дискретный? АЦП. Да. Алфавитно-цифровой преобразователь, например, пороговый, как говорится, да? И получают, в конце концов, вот такой вот случайный сигнал. Как этот сигнал называется? Пилообразный, да? Пилообразный сигнал. А вот тут еще дальше интересно, да? У нас, видите, он непериодический сигнал, да? Из непериодического сигнала нужно получить периодический сигнал. Вот здесь, с временем t, да, с частотой дискретизации, мы снимаем опять-таки значение. Вот это и есть схема выравнивания. От любого из этих параметров зависит качество, получаемое выходной последовательностью. Понятно, да? Дальше. После того, как происходит выравнивание, этот сигнал поступает на что? На регистр, да? И в конце концов, из регистра мы получаем уже последовательность ноликов и единичек. Понятно, да? Но самое интересное, что вот такой вот канал один никогда не используется. То есть, для того, чтобы получить даже при такой схеме сигнал близкий требуемому качеству, то есть хотя бы вот на некотором расстоянии, чтобы было равномерное распределение, то есть в некоторой дисперсии было равномерное распределение, то используют два и более канала физического генератора, которые на выходе складываются по модулю 2. Понятно, да? То есть два и более канала складываются по модулю 2, и это используется в качестве чего? Зерна, которое является х нулевым для нашей псевдослучайной последовательности. Псевдослучайной последовательности. Итак, какие же требования, какую же модель нужно применить к этому зерну, чтобы в результате получить псевдослучайную последовательность, удовлетворяющую нашим требованиям. Но мы будем считать не псевдослучайную последовательность, потому что псевдослучайную последовательность, вы видите, протестировать невозможно, а хотя бы квазислучайную последовательность. Итак, запишите, что модель источника должна быть полуслучайной. Мы определим, что такое полуслучайное и все. Идем, что такое полуслучайное источник и все. Итак, равномерное вероятностное распределение на двоичные отрезки произвольной длины называется полуслучайным. Если существует такое дельта дельта меньше или равно 1 вторая больше строго нуля такая, что для каждой строки длиной с вернее, для каждой строки длиной и минус 1 вероятность того, что хит будет единица при том, что х1 хс извините и минус 1 равно s меньше или равно единица минус дельта. То есть, обратите внимание, что на самом деле ну да, и естественно, она меньше нидси минус гэта и больше равна это. то есть, обратите внимание, что требуется всего лишь от источника. Чтобы вероятность появления единицы да, следующей единицы в нашей последовательности длины и минус 1 была хотя бы была хотя бы больше не равна 0 то есть, не сильно отклонялась от 0 хотя бы какой-то то есть, вот это требование основное требование к источнику. дезинметрично применило окна, да? Да. Совершенно верно. Что такое? Что-то вы, наверное, другое смотрите. Не полуслучайность точно. Почти исключительно. То есть, смотрите, еще раз, если посмотреть на это выражение, то есть, при некоторой истории, да, длины s, вероятность появления следующей единицы, да, должно быть по крайней мере больше нуля. Понятно, да? Для любой сколько угодно малой дельта. вот что такое полуслучайный источник. И вот оказывается, если применить достаточное количество тестов и применить к этому схему выравнивания, построенная на основе односторонней функции, вот ту схему, о которой я говорил, из этого полуслучайного источника можно получить квазислучайный источник. Вот это, об этом и говорит результат Санта-Икубазина. Понятно, да? Из полуслучайного источника мы можем получить квазислучайный последок, который можно дальше применять. итак, на сегодня все. Значит, в следующий раз мы начнем с генерации долговременных разовых и долговременных ключей для асимметричных и асимметричных квитных систем на базе наших всем источников последовательности. Спасибо.